Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Medical Fitness, я его ведущий Крафт Сергей. Сегодня я хотел поговорить о лечении шиаза, то есть воспалении седалищного нерва. Был у меня такой случай в моей клинической практике, соответственно, я как-то отдал своему коллеге, которому очень доверял на лечение шиаза и головокалывание. Слабо это помогло, возникло у человека обострение, человек работал водителем, он не смог, соответственно, дальше продолжать свою деятельность, в общем, получился такой у него постельный режим. И вообще очень много я сталкивался с данным заболеванием, и всегда на моей практике, вёл я человека или вели мои коллеги, всегда приходится лечить шиаз кортикостероидами. Поэтому я бы вам не рекомендовал затягивать с данными препаратами, лучше вводить их сразу. Конечно, речь не о том, что вам чуть-чуть в ножку прострелило, а о таком ярком воспалительном процессе. И, соответственно, лучше всего сразу побеспокоиться о том, чтобы у вас конечность не отнималась. Был ещё один комичный случай с, в общем-то, большим здоровенный дядькой, качком, он не мог выйти из туалета. Вот, из-за того, что, ну, вообще, не послушался рекомендаций врачей, в общем-то, остался в качалке, начал, ну, продолжил также заниматься тяжёлыми физическими нагрузками, что привело к тому, что его ущемило прямо в туалете. Вот, поэтому, соответственно, я вам рекомендую шиаз лечить сразу же, незамедлительно. Лечить воспалительный процесс, вводить кортикостероиды, потом лечить нестероидными противовоспалительными, потом, соответственно, лечить саму причину шиаза. Если это грыжа, можете посмотреть о лечении грыжи в моём видео. Соответственно, противопоказания все соблюдать. То есть, если с грыжей, то убрать осевые нагрузки. Они будут тоже противопоказаниями в данном случае, конечно же, как и со всеми другими грыжами. Вот, поэтому не затягивайте, лечите и шиаз. Что ещё характерно? Характерно то, что и шиаз, он подвержен рецидивам и достаточно частым. То есть, если у вас уже было воспаление седалищного нерва, оно может повториться снова. Поэтому вы должны лечить после того, как вы воспалительный синдром пролечили, сняли его, найти причину обязательно этого и шиаза. Как правило, конечно же, это грыжи. Не занимайтесь самолечением ни в коем случае. Не при шиазе всё-таки, наверное, будут малоэффективны какие-то мои видео в плане того, что вы лечите там воспалительный синдром. Ну, воспалительный синдром вы пролечите. Но, повторюсь, рецидив может возникнуть снова. В некоторых случаях после уже того, когда вы сняли воспалительный синдром кортикостероидами, Конечно, может понадобиться мануальная терапия. Можно также использовать гимнастику, корригирующую, лечебную. Нужно смотреть в корень заболевания, понять, что явилось причиной. Обязательно МРТ и повздошного отдела может понадобиться, и другие дополнительные исследования. В общем, нужно ковыряться и доходить до конца в лечении шиаза. Потому что, повторюсь многократно в этом видео, рецидивы, возможные повторные рецидивы. Не расслабляйтесь. Не нужно, когда у вас обострилась спина, ходить на иглоукалывания, ходить на массажи какие-то. Тем более, ходить к немедицинским специалистам. Нужно лечить это заболевание подробно и системно, используя все возможные методики обследования. И, соответственно, наблюдаться вашего лечащего специалиста. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. С вами был Крафт Сергей, Medical Fitness. Задавайте свои вопросы в комментариях.